Локомотив Локомотив Регулярный чемпионат нас порадовал. Было очень много хороших моментов. К сожалению, провалили плей-офф. Тоже понимаем, почему, какие проблемы, какие ошибки. Но, тем не менее, факт остается фактом. Плей-офф мы сыграли неудачно. Но, в целом, еще раз повторюсь, трудно дать однозначно оценку. Я лично склоняюсь к тому, что больше плюсов, чем минусов. Юрий Яковлев также уточнил о финансировании команды. Вот, вы знаете, у нас появилась база. Нам ее нужно, соответственно, тоже содержать и эффективно использовать. Значит, что касается стабильности финансирования, здесь вопросов нет. Вопрос только в суммах. Сколько и как. Ну, последний разговор с руководством РЖД гарантировал нам, что денег меньше точно не будет. Но нам нужно больше. А вот главный тренер поделился причинами, по которым команда не смогла ничего сделать даже в первом раунде Кубка. Первое. Не то, что недооценка, а успокоенность небольшая. И думали, что мы накануне перед плей-оффом выигрывали практически все игры. И думали, что так дальше и пойдет, так легко. Знаете, мы когда попали на СКА, как говорится, порядок бьет класс, когда у класса нет порядок. СКА сумел перестроиться. У нас был порядок, но мы думали, что недостаточно было злости, рвения и умения перестроиться на более серьезные игры. Я считаю, связываю это, в принципе, с опытом, который все равно, кроме как прохождение через дальнейшие стадии плей-офф, он не приобретается. Сегодня в арене 2000 прошло мероприятие, посвященное окончанию хоккейного сезона. Честовали всех, начиная от самых маленьких команд и заканчивая обладателями Кубка Харламова командой Лока. После красочного шоу и поздравлений все хоккеисты ушли в отпуск и теперь соберутся вместе только на предсезонные сборы, которые начнутся 1 июля. Первую неделю Локомотив пройдет в Ярославле, что называется, на земле, а затем поедет в Финляндию. А после будет два подготовительных турнира в Нижнем Новгороде и Риге. А 22 августа старт нового сезона в КХЛ. Календарь пока не утвержден, поэтому неизвестно, где наша команда начнет матчи.